Здравствуйте, добрый вечер. Мы встречаемся с вами снова в рамках уже такой, получается, серии концертов. Молодые исполнители Мариинского театра, Мариинский New Music Ensemble, играют современную музыку. И сегодняшний концерт мы решили немножко отойти от нашей обычной такой урбанистической логики, когда мы сравниваем музыку разных городов, композиторов в современных, живущих в разных городах. По совершенно особому случаю сегодняшний наш концерт посвящен Пьеру Булезу и композиторам современной Франции. Во-первых, в прошлом году Пьер Булез в возрасте 90 лет нас оставил, и мы ощутили, какая эпоха была с ним связана. Наверное, мало можно вспомнить таких композиторов, которые внесли такой бы вклад в современную музыкальную культуру и так повлияли на всех, ну, практически всех современных композиторов. Ну и к тому же Пьер Булез – это один из тех редких композиторов, который эволюционировал, у него совершенно четко прослеживаются такие этапы в его творчестве, и своими этими этапами он заставлял эволюционировать композиторов своих, ну, тех, кто рядом с ним находился, тех, кто рядом с ним сочинял, и композиторов следующих поколений. И, собственно, Пьер Булез вышел на сцену, такую общую мировую известность получил в 50-е годы, когда он основал практически течение, которое называется сериальность, тотальная сериальность, и суть этого течения, я позволю себе напомнить, заключается в том, что все параметры музыкальной композиции, они все просчитываются, просчитываются, исходя из определенных алгоритмов. И, собственно говоря, эти алгоритмы и придумал Пьер Булез. И, занимаясь вот этим вот тотальным таким расчетом компонентов музыкального языка, с одной стороны, он сделал массу удивительных новых открытий, новых каких-то музыкальных миров. Каждое произведение было по-своему уникально в звуковых комбинациях, которые возникали из этого расчета. И невозможно было добиться такого никаким другим способом, то есть невозможно было как-то интуитивно и на ощупь открыть эти музыкальные миры. Но, с другой стороны, доведя эту технику практически до какого-то абсолюта, он в один момент, как он сам признается, понял, что такая музыка лишена чего-то интенсионного, чего-то человеческого. И следующий этап, который он открыл в своем творчестве, это он впустил в творчество прямую противоположность расчету, он впустил случайность. И отношение к случайности, к этому понятию, которое называлось алиа, и мы знаем такой термин даже, алиаторика, музыка случайностей, эта случайность воспринималась как большое благо, как голос Бога, голос человека. То есть случайное то, что противостоит расчету. Но это, конечно, была не такая случайность, которая, например, характеризовала творчество Кейджи, тоже тотальное, когда практически допускалось любое музыкальное воплощение какого-то изначального замысла, а это была случайность очень ограниченная, такая детерминированная. И, собственно, и течение это получило название детерминированная или ограниченная алиаторика. Заключалось оно в том, что, например, композитор сочинял какие-то определенные фрагменты, но позволял исполнителям по своему разумению выбрать порядок исполнения этих фрагментов, ну или какие-то еще такие же параметры. Дальше его движение продолжилось в сторону концепции, которая получила название «открытой формы». То есть вот эта идея свободного чередования фрагментов, сочиненного композитором в рамках единого произведения. И это свободное чередование сам Булес описывал очень интересно. Он говорил, что открытая форма – это не такая форма, где все позволено, а это довольно стабильная форма. Ее можно сравнить со стабильностью, например, города, когда все построено и все находится на своих местах. Но исполнитель и слушатель сам выбирают маршруты, как можно осматривать этот город и его достопримечательности. И дальше, собственно говоря, вообще, чем старше становился Булес, чем ближе к 21 веку, все меньше появляется у него произведений, и все более они становятся такими, ну я бы сказал, по-доброму настроены к слушателю. Дело в том, что еще с момента возникновения тотальной сериальности возникла очень большая проблема. Эта проблема называется коммуникативная, потому что то, что придумывает композитор, абсолютно новое. К этому слушатель, естественно, не готов, потому что слушатель должен узнавать какие-то коды, чтобы хоть какой-то смысл из музыки получать. А здесь получалось так, что музыка становилась абсолютно абстрактной, абсолютно непонятной, невнятной, и в результате возникала такая коммуникативная проблема. И чем дальше движется Булес в сторону идеи открытой формы и в сторону такой коммуникативной открытости к слушателю, тем больше он заботится о том, чтобы то, что он делает, было понятно. Он начинает насыщать партитуры знаками, какими-то понятными, я бы даже сказал, почти романтическими элементами, чтобы его замысел легче находил дорогу к уху и сердцу своего слушателя. Сегодня в нашем концерте будут исполнены произведения достаточно поздние, одни из самых последних произведений Булеса. Первый из них называется «Дерив». Это первое. «Дерив» для камерного ансамбля. Произведение 1984 года. Перевести это слово можно как «дрейф», «отклонение». Я сразу хочу сказать, что названия, которые используют Булес и родственные ему композиторы, структуралистской направленности, они всегда так или иначе связаны с структурализмом, с структурами, с какими-то структурными проблемами. И «Дерив» в данном случае, вот эти вот такие вот отклонения и течения, это один из принципов глобальных, которые открыла композиция Булеса, современная композиция. Если музыка более классически ориентирована, она такая, ну можно сказать, центристская, то есть она имеет четкие начала, четкие концы, она имеет какие-то опоры гармонические, ладовые и так далее, то вот «дерив» — это такой принцип развития, когда его еще можно обозначить как полюсный, полярный, движение от одного полюса к другому. Дальше композиторы даже изобрели такой термин для обозначения особой музыкальной драматургии, который называется интерполяция, плавное перетекание от одного полюса к другому и акцент не на конечной точке этого движения, а на самом таком вот процессе, постепенном и где-то даже незаметном. И вот для этого «дерив» Пьер Буллес максимально себя ограничивает. Он практически оставляет шесть гармонических таких структур, шесть аккордов, можно сказать, проще, и насыщает эту музыку максимальной какой-то фигуративностью, декоративностью. То есть это произведение для него стало, в общем-то, тоже таким, ну можно сказать, не свойственным, новым. Кстати, это практически, если не единственное, это очень редкое произведение, которое написано в каком-то таком, ну, простом человеческом размере, четыре четверти, тоже для Буллеса так было действительно радикально. Итак, первое произведение «Дерив» для камерного ансамбля. Исполнители Олеся Крыжова-Скрипка, Александр Пересыпкин-Виланчель, Мария Арсеньева-Флейта, Андрей Безручка-Кларнет, Андрей Тилков-Фортепиано, Сергей Буранов-Ударный, а дирижер – Арсений Шупляков. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 И, в общем, я даже встретил одно такое очень серьезное исследование, англоязычное, на 180 страницах, которое называлось «Лабиринт в лабиринте». То есть можно на очень разных уровнях смотреть, что туда вложил Буллес, и вряд ли это все можно уловить на слух. Но вот такую пьесу, пьесу-загадку, пьесу с разными уровнями восприятия, вот он нам предлагает, и ее исполнит сегодня Алексей Кршениников, скрипка. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 связанное с тем, что он много участвовал в военных действиях и пережил ранения тяжелые, практически чудом остался жив, и потом оказался, в общем-то, изгоем на своей родине, даже в заочном приговорен и беженцем в Европе. Но вот он прибывает во Францию, уже будучи таким опытным человеком и в жесейском плане, и будучи дипломированным специалистом-инженером, и встречается с Оливи Мессианом, с педагогом, в общем, педагог Ерублеза и педагог Штагаузена, и вот педагог Яниса Ксенакиса. И Оливи Мессиан, вдруг, он, конечно, талантливый педагог, гениальный, наверное, один из таких самых важных в истории XX века, музыкальный, он совершенно для себя нестандартное решение принимает. Обычно он своих учеников, даже если они уже в таком зрелом возрасте, он всё равно заставляет проходить базовые курсы гармонии, контрапункта. Но по отношению к Мессиану он вдруг принимает решение ни в коем случае его вот так вот не обрабатывать классически, и даёт ему полную свободу. Он говорит, у вас уже есть специальность, и вы должны использовать её и свой опыт для создания музыкальной композиции. Даже более того, наверное, стоит тут говорить об обратном влиянии, потому что Мессиан в середине 50-х он находился, ну, нельзя сказать, в кризисе, конечно, не застой, но, в общем, в поиске идей каких-то. И вот грек, прибывший к нему, талантливый грек, он, наверное, какие-то пробудил в нём новые импульсы к творчеству, потому что появляется хронохромия у Мессиана, и вообще появляется вот эта греческая тема с отношением определённого ко времени. И дальше она в творчестве Мессиана, конечно, будет сильна. Поэтому вот Янис Синакис получил такую полную свободу в таких поисках творческих опор новых. Ну, известный всем факт, что он использовал архитектурные приёмы в композиции, и более того, иногда даже вот такие большие партитуры, они так вот, если издалека на них посмотреть, немножко даже напоминают какие-то архитектурные сооружения. Но вот к 70-х годах, ко времени, когда написана уже вот эта пьеса, его заинтересовала ещё одна идея, тоже абсолютно не классическая, связанная с древовидным принципом музыкальной драматургии. И, кстати, вот этот древовидный принцип он также пытался реализовать и в архитектурной своей деятельности. Этот принцип отличается, опять же, от классического такого вот пространства, тем, что есть в музыкальной композиции какая-то основа, вот то, что соответствует стволу дерева, и есть от него вот какие-то ответвления, большее, меньшее. И вот таким образом были устроены ряд композиций, в том числе и та, которая прозвучит сейчас. Вообще вот это сочетание духового инструмента и ударных, оно для Ксенакиса тоже очень уникальное, потому что для ударных он писал много и с удовольствием, и в больших сочинениях использовал расширенную партитуру ударных. А вот духовые, тем более вот так вот, чтобы портретно взять инструменты, чтобы инструмент много показывал типов разных своего звучания, а вы услышите не только обычные звуки, но и так называемые мультифоники, то есть расщепленные звуки, и какие-то особые приемы игры. И вот это взаимоотношение таких совершенно неростных инструментов, габо или в данном случае саксофона, и ударных, ну, Ксенакиусу стало интересно. Причем не с точки зрения взаимодействия тембрального, точнее не с точки зрения слияния тембрального, а как раз вот такого контрастного взаимодействия, именно более ритмического, связанного с ударными партитурой, и более вот такого тембрального, индивидуального, связанного со звуком духового инструмента. Итак, Дмадхен исполняет Серафим и Верхолад саксофон и ударники Сергей Буранов и Данил Иванов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы перемещаемся к следующему поколению французских композиторов, которые вышли на сцену примерно в середине 70-х годов. Это Тристан Мюрай и Жерар Гризе, композиторы которых называют, где-то даже против их воли, композиторами-спектралистами. Они, в общем-то, тоже так или иначе учились у Оливье Мессиана и стажировались в том числе и у Пьера Булеза и у Яни Саксинакиса и у Штагаузена и получили, в общем-то, всю ту же самую школу. Но вышли они, как самостоятельные композиторы, с некоторым манифестом, можно даже его считать таким определенным конфликтом отцов и детей. Потому что вот тот подход сериальный, который открыл Булез, он к середине 70-х годов уже окончательно себя практически и жил. И, в общем, засилие сериальной композиции, оно, в общем-то, начинало уже раздражать очень многих. Дело в том, что вот такой метод, он открыл дорогу в композицию, в музыку для людей, в общем-то, не обязательно музыкально подготовленных, не обязательно с воспитанным музыкальным вкусом. А поскольку вот существовала известная коммуникативная проблема, то разобраться, где музыка, в общем-то, хорошая, качественная, где, в общем-то, какой-то голый эксперимент или даже какой-то шарлотанство было довольно сложно. И, в общем-то, оказалось в музыке, в композиции 60-х годов очень много инженеров, много медиков, много математиков и, в общем-то, людей различных технических специальностей, в общем, которые претендовали на то, что вот они тоже сочиняют, и вот это количество сторонников, поклонников, эпигонов, оно, в общем-то, зашкаливало и требовало какого-то выхода. В общем, должно было что-то появиться, а альтернативой, собственно, оставалось такое, ну, более-менее классическое искусство с тональными принципами организации, и понятно было, что это, в общем-то, тоже движение не вперед. И вот акцент, тот, который был сделан этими композиторами, новыми, он касался тембра, тембра как такового. Вот это французское очень, в их культуре, вслушивание в тембр, вслушивание в краску, ощущение радости от момента, от колорита, от звучания, оно, в общем-то, всегда присутствовало, но здесь оно, в общем-то, возводится на какой-то другой системный уровень. И совпало это еще и с технологическими, такими революционными движениями, потому что в 70-е годы стала активно развиваться техника цифровая, электронная, появилась возможность такого детального, на качественном уровне осуществимого анализа звука, и практически каждый из этих композиторов так или иначе участвовал в работе каких-то акустических лабораторий. Но и сам Пьер Буллес, надо сказать, что он очень много поучаствовал в том, чтобы это течение развивалось, потому что он принял такое поручение от французского правительства и практически создал, и концепционно, идеологически создал институт, который называется ИРКАМ, институт исследований и координации в области музыки и акустики. И этот институт собрал самых лучших представителей, с одной стороны, физических, акустических специальностей, специальностей инженерных, звукоинженерных, а с другой стороны, появилось место для композиторов, чтобы реализовать вот эти свои какие-то новые технологически интересные идеи. И вот этот вот анализ звука подсказал молодым композиторам путь, куда можно двигаться. То есть на самом деле, если просто проанализировать звук, он выяснится, что он состоит из маленьких частичных тонов, мы их называем обертонами, и вот эти обертоны под микроскопом проживают очень интересную и богатую жизнь. Они рождаются, живут, умирают, у них очень интересные соотношения выстраиваются. И если эти соотношения увеличить, сыграть эту внутреннюю жизнь звука акустическими обычными инструментами, то появляется такая вот интересная картина, вы как бы погружаетесь внутрь этих звуков и следите, как они живут. Это можно почувствовать, например, так вот в нашем опфоте, когда мы слышим звук большого колокола. Вот он ударил колокол, и дальше начинается симфония бертонов. Возникают одни, другие, третьи, перекликаются и так далее. Вот эта внутренняя жизнь тембральная, к тому же она еще и подчиняется некоторым функциональным законам. И композиторы начинают придумывать, как перевести вот эти вот законы физически-акустически в законы функциональной уже музыкальной партитуры. Ну что-то сродни с тем функциональным законам, которые изучают обычные композиторы, когда проходят гармонию, катропонты и другие профессиональные предметы. И вот эта вот идея, она потом была полна последствиями, потому что выяснилось, что в тембре очень много таких вот уровней, как их можно исследовать, как можно потом из этого строить композицию. И, собственно, спектральная музыка, она вот такая вот, очень получилась разнообразная. Она очень не похожа у разных композиторов. Многие себя, как я уже сказал, к ней не относят, но все равно занимаются так или иначе тембром, слушанием тембра и созданием композиции из того, что происходит внутри тембра. Но вот первая пьеса, которая сегодня прозвучит, она немножко так, она касается этой идеи, она касается в том смысле, что эта пьеса сделана на очень тонких звуках, таких приглушенных, чуть-чуть прослушанных, даже, может быть, недослушанных таких ощущениях звуковых, каких-то легких касаниях и так далее. Вот, это как бы становится таким операционным материалом для композитора. Но пьеса очень особая, у нее такое название. «C'est un jardin secret, masseur, man faire ses, un fontain close, un seré scellé». Это строчка из самого Давида, «Песнь, песни», и на русском она звучит так. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник». Это, в общем-то, такая история свадебная. На самом деле, эта пьеса и была, в общем-то, написана как свадебный подарок для друзей, 300 номера, и она очень лиричная, очень чуткая. И вот мы ее сейчас услышим в исполнении Нальти, она звучит в исполнении Вартана Гнора. Спасибо. 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 вот эти вот такие переходы от тембрального слушания к аккордам и обратно. И сам он об этом писал много и теоретически, и много использовался в партитурах. Но вот сочинение, которое сейчас прозвучит, оно называется аккорд Бердю, потерянные или утраченные аккорды. Это пять миниатюр для двух Волторн. Оно немножко таким особым образом стоит в творчатой грязе, парадоксальным даже где-то, потому что здесь его заинтересовали Бертоны сами по себе уже без этих аккордов. Как бы они потеряли вот эту вот свою жизнь в этой системе и вот что они могут представлять вот сами по себе. И такая интересная идея еще связана с самим тембром Волторн, потому что Волторн в общем-то натуральный инструмент и собственно они играют натуральными бертонами. И сам грязе просит исполнителей в партитуре обязательно ни в коем случае не скатываться в темперированную систему, а играть вот этими натуральными бертонами, которые отличаются от темперированной и становятся такими какими-то необъяснимыми, непривычными для нашего слуха. Какие-то акустические эффекты, которые все время интересуют грязе. И даже вот в расположении, исполнители вы это увидите, две Волторны, два раструба будут направлены в противоположную сторону, один в зрительный зал, другой наоборот в противоположный. В общем, это такое интересное, уже постсериальное, наверное, сочинение Жерара Гризе. И его исполнят Алексей Позин и Захар Кацман. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот на смену композиторам-семидесятникам приходит следующее поколение, ну, начиная с 80-х годов. Паскаль Дюсапен. И у довольно известного Франции, во всем мире удивительная биография у композитора. Получил хорошее образование. Сначала в школе Кантором, потом в консерватории учился, в том числе у Яниса Ксенакиса, в академии римской, которая до сих пор существует. Написал очень много произведений, везде признан. И сейчас он заведует, кстати, той же самой римской академией. То есть вот такая хорошая, благополучная, такая правильная карьера композитора. И, в общем-то, он нигде не был замечен в каких-то таких больших течениях. Трудно его отнести к какому-то из направлений. Музыка его, наверное, более традиционная, чем вот то, что вы даже сейчас слышали. Но при этом всё-таки вот она такая своеобразная, она интересная и, в общем-то, признана не зря. И если вот найти к ней какой-то такой вот общий ключ, что ли, вот он, наверное, хорошо отражён в биографии композитора. Это написал её Иван Гостоянова, французский музыковед болгарского происхождения. И, кстати, получивший российское, русское образование, советское, теоретическое. И вот она назвала свою биографию о Паскале Дюсапене как «к музыке лихорадочных». Вот это интересное слово «лихорадочная музыка». Почему вот она действительно, это слово характеризует то, что произошло вот дальше на смене следующего поколения. Потому что всё-таки классические спектралисты, люди с очень таким рафинированным отношением к звукам, очень тонким, очень выверенным, очень выстроенным. И, в общем-то, музыка вот академическая в таком хорошем смысле слова. И ей очень не хватало вот какой-то такой эмоциональности, ну, скажем так, характерной для джазового исполнительства или для рокового исполнительства, вот так. То есть это какой-то такой вот откровенной эмоции, да, может быть, даже там не очень глубокой, но зато очень какой-то вот нервной. И вот это вот нервное, оно получило такое новое название, и, в общем-то, этим названием сейчас обобщают от композиторов, которые сейчас пишут во Франции, композиторы-сатуралисты. То есть примерно по технике исполнения тоже, что было у Булеза, у Мессиана или там у спектралистов, но только сыгранное и предназначенное, в общем-то, для такого исполнения ещё вот с такой вот какой-то живой идеей. Пробуем сейчас это всё представить. Значит, прозвучит пьеса Паскаля Дюсапена, называется она «Ин вечер». Это пьеса для виолончели соло, пьеса 91-го года, исполняет Александр Пересыпкин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...